Здравствуйте! Вы со мной на канале Астроума. Это ваш самый любимый канал, на котором я вам рассказываю очень много интереснейшей информации из жизни и из сети. Инжир вернет голос. Сушеный инжир славится не только приятным вкусом и богатым запасом питательных веществ. Он обладает мощным жаропонижающим и отхаркивающим свойствами, а также снимает воспаление горла и помогает восстанавливать голос при простуде. Для усиления эффекта инжир тоже рекомендуется сочетать с молоком. Несколько сушеных плодов инжира измельчаем, заливаем стаканом молока и ставим на слабый огонь на 10-15 минут. Затем снимаем напиток с плиты, остужаем его и добавляем немного сливочного масла. Остается тщательно взбить молочную смесь блендером и выпить коктейль еще теплым. Процедуру можно повторить перед сном. Мед одолеет вирусы. Мед и молоко – беспроигрышная комбинация для лечения простуды. Мед эффективно борется с вирусами и вредными бактериями, а также укрепляет ослабленный иммунитет. Содержащиеся в молоке лактобактерии защищают желудочно-кишечный тракт, где содержится самое большое количество иммунных клеток. Коктейль из двух этих ингредиентов поможет быстро распрощаться с ненавистной болезнью. Приготовить его очень просто. Необходимое количество молока подогреваем на слабом огне. Переливаем в стакан, смешиваем с двумя чайными ложками меда и маленьким кусочком сливочного масла. Орехи зарядят витаминами. Грецкие орехи тоже помогут побороть простуду и подлатать измотанный иммунитет. Зрелые орешки к октябрю-ноябрю обогащаются витаминами С, В1, В2, ПП, а еще каротином, дубильными веществами, клетчаткой и полезными кислотами. Такое энергетическое ассорти именно то, что нужно в безрадостные дни болезни. Масло грецкого ореха лечит иммунитет на клеточном уровне и повышает сопротивляемость организма к вирусным заболеваниям. Пропускаем через мясорубку 200 грамм очищенных ядер грецких орехов и добавляем к ним 150 миллилитров липового меда. В полученную массу выливаем 50 миллилитров свежего апельсинового сока и такое же количество сока алоэ. Тщательно перемешиваем массу и принимаем по одной чайной ложке на протяжении всего дня за полчаса до еды. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт, странички, инстаграм и фейсбук. Ссылки есть в описании. Всем пока, услышимся!